Представьте себе, что у нас есть какая-то анабелевая группа из 12 элементов. Вопрос. Как она устроена? Сколько существует разных групп из 12 элементов? И что это такое? Что такое анабелевая группа? Это 12 элементов, которые можно между собой складывать. Согласны? Отлично. При этом анабелевая группа называется анабелевая группа. Можете придумать какую-нибудь анабелевую группу из 12 элементов? Остатки по модулю 12. Отлично. Конечно, остатки по модулю. Просто-напросто мы можем договориться, все убрать по модулю 12. Такая такая фистика из 12 элементов. Отлично. А еще? По модулю 4 с добавлением. Кто мне придумает вторую группу? Тоже есть 12 элементов, а тоже анабелевая. Остатки по модулю 6. И еще добавим И элементы. Остатки по модулю 6. И отлично. Здесь добавим. В нормальной программе у меня есть 6 элементов. Вот здесь элементы дайте 0, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь элементы дайте 0, 1 и до 11. При этом здесь считаем, что 6 это то же самое, что 0. Здесь считаем, что 12 это то же самое, что 0. Проблема. Здесь элементы только 6 штук. Что 0? Что? Не слышу? Удвоить. Как удвоить? На самом деле, на каждом из этих элементов, флажочек, который будет или опущен, или пульп. Это называется прямая сумма с группой из двух элементов. То есть, смотрите, как устроена у нас вот эта штука. Это пара чисел А, Б, где, внимание, А берется по модулю 6, а Б берется по модулю 2. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, а почему это разные группы? Вдруг между вот этим и этим на самом деле существует какой-то модуль. Вообще, как доказать, что две группы не замуфлены? То есть, доказать, что нет такой функции, которая переведет эти элементы? Да. Вот как легко объяснить, почему они разные? Да, какое свойство? Каким очевидным свойством обладают, скажем, все элементы вот здесь, но не обладают какие-то элементы здесь? Можете выяснить, почему они разные? Тут флажескут. Что? Тут 2 часа по модулю. Не больше, здесь 2 часа. В каком образом ты обозначаешь элементы группы, не имеет значения. А, понял. Понимаешь, мало ли там, ты можешь там кидать стемиологию, у него обозначать эти элементы, важно, как их складывать. Итак, какое свойство? Давайте так, на самом деле у всех, скажем, из этой правой группы, есть простое, очевидное свойство, которого нет у некоторых элементов из левых. А, ну там мы не складываем там 0 и 0 с флажком. Почему? Нет, нет, вообще-то любые 2 элемента можно складывать. А сколько будет 0,1? Плюс 0,0. Что-что? Сколько будет 0,0 плюс 0,1? Как сколько? 0,0 плюс 0, это будет понятное дело 0,1. По нашему правилу. По первой позиции сложения 0,0 плюс 6, по второй позиции сложения 0,0 плюс 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 0,0 Ну как вам нравится-то, в котором подставляешь любую линейку правой группы и, ну, правильный момент. А, умножить на b помогает. Ой, там можно только складывать. В лаберной группе никаких умножений нет. А, я понял. Если вот это сложить 6 раз сам собой, то она будет равна 0. Правильно, а в левой? А там, видите, если единица, например, 6 раз сам собой. Отлично. Ребята, посмотрите-ка, все просто. Берем такое уравнение. 6x равно 0. А сколько у этого уравнения решений в правой группе? 7 метров. Сколько у него решений в левой группе? 0, 2, 6. 6, конечно. Разве нет? Давайте посмотрим. А, да, да. Это же... Что значит, что 6x равно не будет? Давайте вырисуем все числа. 0 умножаешь на 6 будет? Да. 1 умножаешь на 6 не будет. 2 будет? 3? Не будет. Почему это? 3 начнется. 4 будет. Все четные будут. Все четные будут. Все четные будут, все четные не будут. Очевидно? Да. Очевидно. Значит, у этого уравнения в этой группе 12 решений, а в этой группе 6 решений. А уравнение 2x равно? Сколько решений в этой группе и сколько решений в этой группе? Сколько? Это число 0 и 6. Отлично, два решения. А в этой? Тоже два. 0, 0 и 0, 1. 0, 0. 0, 1. 0, 1. 1, 0. 0, 0, 0. 3, 0. 3, 1. Итак, 0, 0 это решение. Дальше что? 0, 1. Еще раз. 3, 0. 3, 0 и 3, 1. 3, 1. Очевидно? Да. Ребята, вот это уравнение не 4 решения. Ну, а 2, 1, 4. Значит, эта группа что? Не из-за 0. Отлично. А можно поставить вместо 2, 3? 3, 2, пожалуйста. 3х равно 0. Давайте поймем, сколько решений у одного стоит. 4. 4. 4. 4. А, справа. Понял? Ну, молодец. Так вот, давайте-ка я еще попробую. З2 плюс Z3 плюс Z2. Это такие тройки А, Б, С, что, смотрите, первую берем по моду 2, B-шку берем по моду 3, а С опять берем по моду 2. А их нельзя поменять местами? Можно поменять местами, это по вкусу. То, что я говорю, поменять местами можно, это понятно, не влияет, да? С формы записи. И давайте я здесь еще возьму. Возьму здесь так. Z3 плюс Z4. Это такие пары А, Б, где А по моду 3, Б по моду 4. Вот у меня уже написано на доске 4 группы, каждая из 12 элементов. 4 группы, каждая из 12 элементов. Расскажите, пожалуйста, они все разные? Или же все-таки на самом деле все? Раз, два, 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 четыре. А, кстати, есть мы кладем, что Z6 плюс Z2 это то самое, что в самом правом. Про какую группу тебе есть подозрение? Первую, третью. Ребята, если группы одинаковые, то вы должны указать изморфизму. Вообще. Вы должны просто указать в соответствии, как оно и делает руки. Будьте так. Они все разные. Правильно? Не, там есть? Вести. Втеря, третья разные, мы это доказали. Вторая, третья разные. Мы это доказали, причем двумя способами. Вот уравнение третьей сравнивали нам не помогло, а вот другие два уравнения помогли. Кстати, смотрите, третья и четвертая от окна тоже разные. Потому что 3х равно нулю, помогают. Нет. И там, и там четырех решений. Z6 плюс Z2. Это не то же самое, что Z2 плюс Z3 плюс Z2. Почему? Из-за X. 3х равно нулю. Потому что B умножить на 3 всегда равно нулю. Да. А плюс Z2 плюс Z3. Ну, а A плюс цифру. Что ж, там Z2 плюс Z3, это не то же самое, что Z4. Она не должна быть то же самое. Хотите, я выпушу вам все элементы прямой суммы Z2 и Z3 и все элементы Z6? 2х равно нулю, у них разное решение. Количество разное? Два есть? Да. Сколько решений у равнии 2х равно нулю у права нулю? Это значит, что вот это любое, это любое, а это обязательно нулю. Четыре решения. Слушайте, ну укажите вы из мафизма. Ребята, я уверяю вас, что вот эта прямая сумма, это точно все равно то же самое, что вот эта. Честно. Подумайте, куда вы можете отправить в демиджу. То есть помаду E2, помаду E3, она значительно создается в остатке помады E6. Ну, а разве теорем не знаете? Если вы знаете остаток этой ленины на 2 взаиме. Китайская теорема об остатках. Китайская теорема об остатках. Китайская теорема об остатках помещена. И это не мнение. Китайская теорема об остатках. У вас есть число 1. Куда его, я вам назову, отправить? В 0,1. Не в 0,1. 1,0. Потому что он с 6-го порядка. А там 0,1 это элемент третьего порядка. 1,1. 1,1, конечно. Абсолютно естественное выражение. Ребята, между прочим, у китайской теоремы об остатках на этом языке это вообще не утверждение. Здесь я могу не отметить, а любые два взаимодействия. Представьте себе, какие-то числа n и k. Если известно, что наибольший общий делитель n и k это единица. Я просто рассматриваю вот такое отображение. Единицу я отображаю в пару 1,1. Давайте поймем, почему это очевидно изображение. Потому что при этом отображение число n,k перейдет в пару n,k,n,k. Ну то есть пару 0,0. Замечательно. И наоборот. Чтобы перейти в пару 0,0, чтобы по первой кардинате был 0, надо делиться на n. Чтобы по второй кардинате срога, надо делиться на k. Аккуратно выпишем. Я кидаюсь в тарелом остатке, когда-нибудь в жизни все-таки надо вычитать. Потому что так не должно быть. Я выписываю все элементы группы вычитав по модулю 6. 0,1,2,3,4. Напротив каждого из них я пишу, куда переходят при вот таком отображении. У меня по первой координации берется остаток от деления на 2, а по второй остаток от деления на 3. Это будет 0,0,1,1. Здесь будет 0,2. Здесь будет 1,0. Потому что и делится. 4 при делении на 2 дает остаток от 0, а при делении на 3 дает остаток от 1. И 5 при делении на 2 дает остаток от 1. 1,10. Будьте добры себе в тетрадях, можете списаться. Пока вы эту конструкцию не понимаете, вы просто ничего не понимаете в том, как устроен авиумус. Если у вас есть любые взаимно простые числа, то вы можете выполнить вот это вот отображение. То есть выписать все числа от 0 до nk-1, все числа меньше, чем nk. И написать остаток, пару остатков. На первом месте пишите остаток от деления на n, на втором месте пишите остаток от деления на k. Идея понятна? Замечательно. Значит, вот эти... 2 это 0,2. Что? 2 это 0,2. Как, почему? 1,0,1. Потому что по определению любое число от x переходит в пару от x, где мы берем остатки от деления по первой координате на 2, по второй на 3. Ну как это выписывается? Вот здесь берем, например, число 3. Берем остаток от тройки по делению на 2 и остаток на делении на 3. Получается пара от 1, 0. Понятно? Давайте я еще раз для понятности напишу формулу, потому что иначе... Иначе мы все не будем. Вот, сюда пока идут. То есть любое число переходит в остаток от деления на n, точка с пятой, остаток от деления на m. Вот такое правило. x mod n, остаток от деления на n. x mod m. Вынув? Да. Так, теперь смотрим налево. Первая и вторая. Не замочны или не замочны? Нет, потому что 4 и непростое число. 4 и 3 взаимопростые, а значит? Значит, то же самое, что за 11. Значит, то же самое. Коля, понял? Или не понял? Да, все хорошо. Отлично. Значит, господа, то есть часть медиантостей всего лишь 2 разные группы. Первая и вторая – одно и тоже. Третья и четвертая – одно и тоже. Существует ли еще какие-то группы из 12 литров? И, что самое ужасное, каткульность. А, например, сколько существует групп из 1024 литров? Всего делителей у 12 – один, два, три, четыре, шесть. Чтобы еще в произведении не давали 12, это или… Ну, 12 еще. Это или 1-12. Нет, а почему ты вообще… Мне кажется, Николай, почему ты думаешь, что любая группа обязательно имеет вот такой вид? А почему вообще любая группа как-то получается, как прямая сумма вот таких вот штук? А, что вам можно так показать? А, вот, ребята, это называется «Основная теорема об Абель-Крупах». Она доказывается действительно несложной, но пока вы ее не доказали, понятно, что у вас есть только пример, но у вас нет точного понимания, что…